Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 40 лет. Мужу 36. Детей нет. Места были 12 лет. 3 недели назад выгнала мужа. Он признался, что год назад встретил на работе другую женщину. Ей 40. Она замужем, двое детей. 6 и 15 лет. Он говорит, что чувствует ее на расстоянии и его тянет к ней. Она будто его клон, сказал, что хотят жить вместе. На его признание я попросил собрать вещи и уйти. Плакал, сказал, что это все и так будет лучше. Сказал, что всегда будет рядом и поможет. Уехал в пустую родительскую квартиру. Звонил мне моей маме, молял простить и понять. Говорил, что мы не чужие люди для него, что позвонили в любое время дня и ночи. При моих вопросах одной женщине старается отмалчиваться. Говорит, что живет в квартире один из той женщины у него физически ничего не было. Ну, упорно. Говорит о том, что хотят быть вместе, уважаемые эксперты, как мне заглушить мою душевную боль и продолжать жить дальше. Помогите, пожалуйста. Мой вопрос покажется немного странным. Потому что психологи, в принципе, которые вам отвечали, они довольно обознательно давали свою обратную связь. Поэтому мой вопрос, вероятно, покажется немного странным. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, а от чего конкретно у вас боль? К чему она сводится? Без мужа вам не ради чего жить. Поступок мужа выявил какую-то вашу неполноценность, какую-то вашу неуверенность в себе. Вот что конкретно причиняет боль? Ну, потому что понятно, понятно, что вам больно, понятно, что в расставании с мужем вы правда еще не развелись, я так понял, но все равно это травма. Да, потому что все меняются, очень резкое изменение в привычной жизни, от вас не зависит. Это, конечно, больно и тяжело. Это, безусловно, нужно прожить в первую очередь чувствами, как сказали мои коллеги. Но важный вопрос заключается в другом. Собственно, к чему сводится ваша боль? Что это за чувство такое? С чем она связана? Вот. Вероятно, вы находились с мужем в слиянии, что вы без него не можете жить. Вероятно, вам не ради чего жить, кроме как ради него. Да? Вот. И так далее. Вот этот момент. Дальше. Для людей, которые прожили вместе 12 лет, несколько вызывает вопрос о том, что вы прям сразу попросили вас забрать вещи и уйти. То есть это прям вот довольно яркая реакция на появление там третьего лица. Хотя, ну, 12 лет срок большой, и то, что у кого-то из супругов на протяжении длительной жизни может возникнуть увлечение другим человеком, ну, это скорее нормально, чем ненормально. Потому что отношения, ну, проходят разные этапы. И то, как вы на ребят реагировали, предполагает, что вы как-то много значения придаете тому, вот, чтобы вы были единственными. То есть вам для чего-то прямо нужно важно быть единственным. Не то, чтобы это прямо плохо, просто вы как будто бы применяете этим свою ценность. Понимаете? Одно дело, если, да, вы считаете, что вот, значит, там, мой муж посмотрел на кого-то другого, да, все, честно, больше не буду. Это выбор человека, осознанный выбор человека, исходящий из его ценностей, из его ценностей, из представления о том, как должна складываться семейная жизнь и прочее. Это понятно, это действительно выбор, выбор. Но вот следует исключить вот такие моменты, которые не являются выбором, которые являются скорее следствием определенного дисбаланса в личности человека, в вашей личности, в личности возможным. Вот, дальше. Наблюдаются некоторые противоречия у нас. Во-первых, почему муж вам признался? С чего бы? Дальше, откуда вы знаете, что, ну вот, вы пишите, что он говорит, что чувствует ее на расстоянии, его тянет к ней, она его клон и так далее. Ну вот, он вам это говорит, да. Как вы думаете, что им движет вам это говорить? Ну вот, дальше. Значит, вы его типа выгнали, хотя вы далее пишите, что попросили собрать вещи и уйти. Ну вот, это вроде как выгонение, ну ладно. Вы, значит, пишите, что, ну вот, при моих вопросах, о той, как бы, женщине. А чем продиктованы эти вопросы? То есть, для чего вы задаете эти вопросы? Возможно, ваша боль связана с тем, что вы надеетесь еще, что муж вернется. Но, коли так, то для вас это не критично, то, что он сделал. Коли так, то, получается, вы готовы его простить? Так зачем тогда выгонять его? Можно же пожить вместе, но, с заканцов, год назад они как-то, точнее, год, они как-то проводили время вместе. Вот, ну хорошо, хотят жить вместе, пусть поживут, но они могут пожить вместе, у них ничего не получится. Муж захочет вернуться, а может быть и нет. Тут важно, важно тоже, чтобы вы, вот, именно определились сами, что вы чувствуете и как относитесь к тому, что происходит. Не головой, а чувствуете. Чтобы вы прямо увидели, что и как вы чувствуете и к чему. Но, в целом, эта ситуация, она просто вскрыла то, что вы, по сути, распорялись в мыши. Вот. У вас, поскольку детей нет, то вот, распорялись в мыши. Просто. Либо он стал единственным миривым цензом, если хотите. Ваши ценности. Вот. А когда ценность одного человека зависит от другого, ну вот, возникают такие истории и болезни. Потому что в жизни всё течёт, в жизни всё меняется, меняются отношения людей, меняются их ценности, меняются их вкусы. Вот. Сама супружеская жизнь протекает небезоглачно и накапливаются какие-то проблемы, обиды и так далее. Всё. Из чего, в принципе, рекомендуется супружеским парам, ну, периодически посещать психолога, чтобы сделать хотя бы профилактику проблем. Вот. Проблемы накапливаются, так или иначе, какие-то вот негативные моменты накапливаются, их надо решать в любом случае. Просто хотя бы проговаривать. Вот. Уверен, что вы этого ничего не делали. Вот. Знаете, какая-то. Кроме того, вам нужно увидеть ситуацию немножко шире, чем вот то, как вы её описываете. Вы говорите, что муж признался год назад, встретил и так далее. Но. Получается, что уже больше года назад у вас с мужем начались проблемы. Вы их не замечали? Ну, они начались. Проблемы не означают, не обязательно что-то такое патологическое. То есть, вероятно, кто-то кому-то охладел. Вероятно, жизнь стала рутиной. Вероятно, изменение человека сильное. Потому что 12 лет. 12. 12. Это вам 12 лет назад было 28, получается. А мужу вашему было сколько? 24. Да? Ну вот. 24 года. 24-летний мужчина мог измениться очень сильно. В отличие от вас. Которая могла измениться меньше за 12 лет. С 28 до 40. 25. Это тоже нужно учитывать. Вероятно, ваш муж начал меняться. Вы отказались его принимать. И он почувствовал отвержение. Я не говорю, что вы виноваты. Я не говорю, что вы должны были его принимать. Нет. Но я говорю о том, что то, что произошло, является скорее следствием. Но не причиной. Знаете, вы же фиксируетесь на следствии и забываете о причине. А причина может быть вполне закономерна. Как бы по крайней мере слова вашего мужа о том, что так будет лучше, ну как-то вот немножко намекают на это. Знаете? Вот. Заглушать боль не надо. Как вам и сказали мои коллеги. Проживать ее на ночь она будет вас сидеть внутренне. Вот. А что продолжать жить дальше, нужно восстанавливать контакт с собой. Потому что очевидно, что он у вас опосредован вашим мужем только. Вот. Как-то так, я думаю. То, что он звонил вашей маме и просил понять и простить, лично меня навело на мысль о том, что вы к маме достаточно привязаны. Скажите, а ваш муж это единственный мужчина, с которым у вас были отношения? Вы жили когда-нибудь одна? Без мамы, без мужа самостоятельно? Скажите, как у вас в профессиональной сфере? Как у вас в социальной сфере? Друзья, хобби, увлечения? Реализация, собственно. Как у вас со всеми этими вещами дела? Если не очень, то вот причина, по которой вам так тяжело. Нет, вам в любом случае было бы грустно, в любом случае это не самое радостное событие. Но вот если душевная боль сильная, то она вас сталкивается с тем, что привычный канал подпитки просто обрубили. Но это нормально, он может обрубиться по той или иной причине. Ваш муж мог умереть до конца. Понимаете? То же самое было бы. Вот. Вот эта история про вашу самостоятельность, про отсутствие опоры на себя и про вот некую зависимость. Вот. И именно с этим нужно работать. Но это все потом-потом. Сначала вам нужно выговориться, сначала вам нужно проявлять все ваши чувства. Вот. А дальше уже потихонечку приходить к этому, к этим вещам, к процессу становления себя. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Всего самого доброго.